Карсиганцы Карсиганцы это народ гордый и собственно место рождения наложило свой отпечаток на характер и уже последующую как бы судьбу будущего императора француза. Выходец из обедневшей дворянской семьи, величайший полководец 19 века, завоеватель Европы, который занял Москву, но так и не смог покорить Россию, Наполеон Бонапарт. В прошлом году исполнилось 250 лет со дня его рождения, в 2021-м 220-е годовщина его смерти. Между двумя знаковыми событиями в Больших Веземах открылась выставка, посвященная императору Франции. Здесь представлено 88 экспонатов из фондов Бородинского музея-заповедника. Сюда мы привезли экспонаты из фондов графики, декоративно-прикладного искусства, здесь нумизматика. Собственно говоря, не так много, но выставка это редкая книга. Выставка интересна тем, что на 70% состава этих экспонатов впервые покинули фонды Бородинского музея. А некоторые из экспонатов и вовсе раньше никогда не выставлялись. Например, каминные часы с конной статуей Наполеона. Их приобрели в 2009 году. Были уверены, не работают и ошибались. В музей-заповеднике Александра Пушкина часы пошли. Начали они тикать, когда мы их распаковали, было без 10.8. В 8 часов они пробили, потом очень мелодично, потом пробили в 8.30. И когда мы так все взбудоражены, надо же, часы пошли, решили дождаться и следующего их боя, они остановились. Остановились они в 8.41. То есть они шли ровно 51 минуту. Это полное количество лет жизни Наполеона. Усадьба Большие Веземы связана не только с именем великого поэта. Здесь ночевал Наполеон. Две постоянные экспозиции музея-заповедника посвящены событиям 1812 года. Здесь останавливался и защитник отечества нашего, Михаил Грионович Кутузов. Здесь принимались важные государственные решения. В том числе и мысль пришла именно здесь, об оставлении Москвы. Именно сюда прибывает император Франции Наполеон. Поэтому это, конечно, этот дворец связан со многими военачальниками русской и французской армии. Поэтому среди экспонатов предметы из коллекции Большевиземского музея-заповедника. В начало 20 века фарфоровые тарелки, на которых изображены такие сцены конца 18 века, как пленение короля Людовика XVI в ходе Великой Французской революции, восхождение его на Ишафот и вот молодой Наполеон Бонапарт со знаменем Французской республики. Выставка «Наполеон Бонапарт. От Тулона до Святой Елены» будет работать в музее-заповеднике Александра Пушкина до 9 декабря.